Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в передачу «Неполиткорректное ток-шоу». Номер телефона в студии 847-400-5200-400-5200. Звоните, высказывайте ваше мнение. Я понимаю, что мнение должно быть море. По крайней мере, у тех, которые следят за новостями, тем более вопросы. Так что, милости просим, звоните, будем общаться. Ну, а пока, так вот, о чем я говорил, что вопрос по... Вот сейчас у нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в общем-то, я, конечно, даже не сомневалась, что кончится вот этим. Хотя была вероятность, конечно, что Миллер мог как бы подтасовать факты. Но в связи с тем, что, в общем-то, я получал много информации, что республиканцы работают и в jurisdiction комитете, и intelligence комитете, и так далее. У него не было просто такой возможности подтасовать. Но, вы знаете, вот, например, про бар, хочу сказать. Показывали, как он выходит из своего дома. Такой захудалый домишко. Ну, знаете, не сравнить с тем, что вот у нашей, например, Чаковски стоит. То есть, честный человек. Вот разница между этими левыми и между консерваторами. Теперь вот больше всего у меня в этой ситуации очень как бы напрягает вот что. В свое время я читала не только один день Ивана Денисовича, но я читала очень много разной литературы, кто сидел в концлагерях в ГУЛАГе в Советской России. И попадали туда простые крестьяне, рабочие, полуграмотные и все прочие. Не только верхушка, не только политические оппоненты, которые практически тоже была сплошная потасовка. То есть, каждый из нас в винтик. Если президента могут вот обвинить в том, что он совершенно ничего не делал, то, что было известно всем левым, что это сфабрикованное дело, то каждый из нас может оказаться в тюрьме, может оказаться разорен и все, что угодно с каждым из нас могут сделать. Да, спасибо. Называется от тюрьмы и от суммы не зарекайтесь. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень любезно. Я давно хотела спросить, а что сейчас с генералом Флинном? В настоящее время. Ну, сейчас с генералом Флинном... Я вам скажу честно, я... То есть, мы все ждем одного. Мы все ждем того, чтобы по истечении вот этого всей к этой катавасии, чтобы Трамп его все-таки дал ему президентский пардон. Нет, но он дома находится или они его посадили? Нет, нет, нет. Он находится, да, он находится в доме. Я не знаю, в каком доме. Его, в принципе, ему пришлось продать свой дом для того, чтобы расплатиться с регулярной... А где он сейчас находится, ну, видите, как они сейчас пытаются как-то это... То есть, никто об этом сейчас не говорит, поэтому... Вы, кстати, задали хороший вопрос. Надо будет покопаться, посмотреть, или можно накопать какую-то информацию. Спасибо вам. Добрый день, вы в эфире. Алло. Добрый день. Добрый день. Анатолий, это для вас точка поставлена, что не было колюжен. А для демократов она не поставлена. Надлер уже затребовал не только полный нередактированный репорт, но и все материалы, которыми пользовался Мюллер. Ну, я... Они начинают... Да, я понимаю. Ну, мы же... Хорошо, давайте... Давайте мы... И какая истина и правда им совершенно не нужна. Давай, послушайте меня, послушайте меня секундочку. Единственное... Нет, послушайте вы меня на одну секундочку. Я вам дам возможность высказать мнение, но давайте работать вместе. Значит, то, что над Калужин или на Калужин поставлена точка, это 300%. Все. Не вводите никого в заблуждение. То, что пытаются раскрутить демократы, они пытаются раскрутить вот это препятствие правосудию. Никакого отношения к Калужин это не имеет. Вы поймите, Калужин это не криминал, даже по своим действиям. Поэтому они им, даже если его найдут, там, допустим, обвинят или признают виновным Калужин, в принципе, это не криминал. Криминал это препятствие правосудию. Так вот, то, что они пытаются сейчас раскрутить, поняв, что у них нет никаких вариантов по Калужин, они пытаются получить данные о препятствии правосудию. Почему? Потому что негодяй Малер все сделал для того, чтобы оставить вот хотя бы эту дверь открытой для вот этих вот всех действий демократов. Потому что если бы он еще и сказал, что никакого препятствия самосудию не было, точка, вот тут одно из двух. Либо его бы завалили, либо из него бы сделали полностью сумасшедшего и сказали, что все это расследование не стоит выеденного греша. Понимаете? Он оставил вот эту дверь именно в отношении криминала. И поэтому вот то, что они сейчас будут рыть носом, это любую бумажку, любое доказательство того, что все-таки были случаи препятствия правосудию, и вот на этой почве его нужно, они его не могут посадить, но они ему могут вынести импичмент именно потому, что вот он был замешан в этом деле. Окей? Понимаете теперь? Да, это я согласен с этим, на колюжен не надо, может быть, заострять внимание. Но эта открытая дверь позволит им и дальше продолжать терзать Трампа и республиканцев до самых выборов. Согласен, абсолютно. Поэтому еще раз, надо непременно начать немедленно встречное расследование, очень широкое и гласное. Согласен, абсолютно в этом с вами согласен. То есть, я больше чем уверен, что вот сейчас уже были поданы, спасибо вам большое, сейчас уже были поданы заявки Девином Нунесом, вот эти так называемые criminal referral, то есть это были заявки на расследование того, что произошло со самим расследованием. То есть, сейчас они работают в трех направлениях. Девином Нунес уже закрутил машину с криминальными заявками. Линдзи Грэм, сенатор от штата Южная Каролина, он уже завел машину по расследованию того, что произошло с Файза Уоррен. И третье, это Билл Барр уже сообщил о том, что, конечно же, его интересует все то, что... Прошу прощения, не Билл Барр. Третье, это то, что Inspector General IG Horowitz, он работает именно по направлению того, что происходило на тот момент с Министерством юстиции и с Федеральным бюро расследований и так далее. То есть, сейчас идет атака, уже идет, то есть закрутилась в трех направлениях. И мне кажется, что вот сейчас будет такая вот своего рода борьба, вернее, бег на перегонки, гонка на перегонки между демократами и республиканцами, кто быстрее больше чего накопает. И вот тут будет интересно. Я думаю, что, вот честно, это мое личное мнение, не без всяких дел, я думаю, что все-таки накопают быстрее республиканцы. Честно. Почему? Потому что им это нужно перед выборами. Поэтому они должны, вот у них есть сейчас там буквально полгода, может быть, 9 месяцев на то, чтобы вот эти все машины, которые были закручены в трех направлениях, чтобы дали какие-то результаты. Ну, об одной из этих машин, то есть результат по докладу Хоровеца, это инспектор дженерал, генеральный инспектор, скорее всего, вот его ожидают где-то в конце мая, в начале июня. Я думаю, что вот с этого все начнется. То есть, если он, вы не забудьте, что именно с подачей Хоровеца был уволен Эндрю Маккейб, директор ФБР, не ФБР, прошу прощения. Ну да, директор ФБР, который заменил Коми. То есть, вы понимаете, что это все не просто так. Это действительно, это очень серьезная вещь. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. А вам не кажется, что сейчас Эльгай пострадает? В смысле? Можно сказать это самое. Понимаете, сейчас начнется, что кто именедает нога. Значит, эти следователи могут перезажать тех следователей, потом предисследующие следователи перезажать тех, которые были, и так далее, и так далее. Если ФБР привносится в такую, знаете, Шарашкину контору неуважаемую. Нет, 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 нет. Это я полностью, спасибо вам большое. Я это полностью отвергаю, эту идею объясню почему. Нельзя. ФБР себя очень и очень и очень хорошо зарекомендовало до тех пор, пока не пришел к власти Обама. Но ФБР всегда была такая серьезная организация, которая занималась серьезными вещами, у которой были серьезная так называемая credibility, то есть они действительно были очень серьезной организацией. Ну, пришел Обама, привел с собой сначала негодяя Холдера, Эрика Холдера, который стал директор, не директором, а генеральным прокурором. И после, на следующий срок привели еще большую, большую негодяйку, это Лоретта Линч. В каком смысле негодяи? Конечно же, для Обамы и Холдер, и Линч это были просто, ну, это не то, что правая рука, это был их, его мозг. Потому что у Обамы в жизни бы не сработал бы мозг вот в этом направлении. Мы не можем забывать о том, кем был вообще, кто такой Барах Хусейн Обама. Я не имею в виду его прошлое, я имею в смысле о том, что он там мусульманин или не мусульманин. Нет, я не про это говорю. Я говорю про то, что Барах Хусейн Обама был одним из тысяч так называемых организаторов. Вот они собирали там всякие митинги, они собирали, поднимали всякие демонстрации, поднимали. То есть, вот он был вот этим так называемым community organizer. Это человек, который закончил, по идее, Гарвард. Но, опять же, вопрос. Но, тем не менее, пока нам говорят, что он закончил Гарвард, что он адвокат. Хотя мы не видели ни его оценки, мы не видели его диплом, никто ничего не видел. Но, ладно. Так вот, он был просто community organizer. Вообще никто. Вдруг этот community organizer вырывается каким-то макаром в сенаторы от штата Иллиной. Есть такая должность, статус, называется junior senator. То есть, вот, так сказать, свободный слушатель, junior senator. То есть, он вроде бы и не сенатор, и в то же время как бы сенатор. Короче, он вдруг прорывается в junior senator, будучи community organizer. И в течение трех лет, с момента его превращения в junior senator, он становится президентом Соединенных Штатов. Окей? То есть, для того, чтобы вы поняли мое сравнение, возьмите нашу, как ее называют, Шура Кортикова, вот, возьмите ее, и избормена в течение трех лет сделайте из нее президента Соединенных Штатов. Стучу себя по голове, не дай бог это случится. Но, тем не менее, вот, то есть, чтобы вы примерно поняли, кто такой Обама и откуда он взялся. И после этого восемь лет он правил. Правил он, конечно же, за счет вот такого, как Эрик Холтер. Он правил за счет такой, как Лоретта Лэнч. Он правил за счет поддержки Клинтонов. Он правил за счет поддержки, за счет того, что республиканцы боялись, как огня, сказать что-то против него, потому что их бы тут же обвинили в расизме и так далее. Понимаете? Вот за счет чего правил Обама. В свое время, те, которые помнят вообще историю, ну, ближайшие, ближайших 12 лет, вы помните прекрасно, что Мин Рамни имел сумасшедшую, абсолютнейшую возможность выиграть у Обамы. Абсолютнейшую возможность. И он этого не сделал. Причем так интересно, он вот чисто, знаете, есть такое понятие поддаться в боксерском матче. Вот он чисто поддался, потому что его Обама просто по нему прошелся катком во время дебатов. А это не должно было быть, потому что Мин Рамни имел намного сильнее позицию, чем Обама в тот день. Так вот, поэтому я еще раз говорю, я не считаю ФБР испорченной организацией. Да, там есть несколько людей, которые не только недостойны быть агентами ФБР, они недостойны вообще быть на свободе. Но это всего лишь навсего горстка людей. И ФБР, опять же, я, к сожалению, не вижу никаких действий со стороны нашего нынешнего директора ФБР Крис Рэй, который, в принципе, был назначен директором ФБР, чтобы почистить эту организацию. Но он оказался точно таким же Невер Трампером, как и Коми и как Эндрю Маккейб, но он больше, то есть он не делает таких ошибок, как делают они. У него просто возможности нет, потому что вдруг это все закрутилось, расследование, исследование, генеральный инспектор и так далее. Так вот, я не верю в то, что ФБР настолько испорченная организация, которая будет заниматься самоуничтожением. Это ответ на ваш вопрос. Ну и я в заключении, у меня остается буквально три минутки. Самое важное то, что я хотел вам сегодня сказать, это то, я закончу словами моего любимого, уважаемого Раша Лэмбо, который сегодня сказал одну интереснейшую вещь, что вот этот рапорт на четырехстах страницах, который был написан, он был написан именно для того, чтобы поднять вот этот сыр-бор, который поднимается сейчас. Почему? Если вы подумаете здравым умом и рассудком, все, что Малер должен был написать, уместилось бы на одной странице. Не четыреста, а на одной. Он должен был написать, что никаких свидетельств калужин не найдено, точка. И так как не было калужин, то препятствия правосудию не могло быть. Почему? Потому что не было самого криминала. То есть невозможно препятствовать правосудию, зная, что ты абсолютно прав. Понимаете? И вот на этом была бы одна страничка, которая бы поставила все точки на ВИ. Но так как Малер не является защитником Трампа, и так как у нас слишком много любителей, чтобы все-таки вот помуссировать вот эту ситуацию Трамп виновен, никто еще ничего не доказал, что вы так радуетесь, никто еще никуда еще и так далее. Вот зная все это, Малер сделал то, что он сделал. Бог ему судья, это другой разговор. Но я не думаю честно, что люди такого рода слишком богобоязнены, как и все те, которые с ними связаны. Это люди, которые чисто занимаются, цинично занимаются политикой, которые цинично занимаются службе своим господам, то есть демократам. Поэтому он составил рапорт на 400 страницах, которые пока, знаете как, вот вы бы все, если бы вам сказали, прочтите рапорт на одной страничке, вы бы все ринулись на веб-сайт Department of Justice, Robert Mueller Report, и прочитали бы одну страничку. А так как там их 400, вряд ли, что даже половина из вас пойдет на этот веб-сайт, чтобы почитать репорт. Вот на все это и было рассчитано. Почему? Потому что вместо того, чтобы самим прочитать репорт и сделать свои собственные выводы, многие из вас сегодня будут слушать MSNBC, ABC, NBC, CNN, читать такие издательства, как Chicago Tribune, Chicago Sun Times, и будете, конечно же, зомбированы вот этими всеми профессионалами, которые вам объяснят, выдадут 400 вариантов, почему Трамп абсолютно не оправдан, почему Трамп полностью замешан во всех грехах, и почему мы необходимо нам его переизбрать. Понимаете, вот это все то, что было сделано Робертом Малером, и это то, что наш attorney general, William Barr, пытается предотвратить. Ну, а все остальное, я надеюсь, что мы, конечно же, будем за этим следить, будем это слушать, смотреть, читать нужные источники, вернее, правильные источники, и делать свои выводы. Дорогие друзья, вам огромное спасибо, огромное спасибо за то, что были со мной, мне всегда приятно услышать ваше мнение, я не всегда, может быть, с ним согласен, но для этого существуют дискуссии. А так, пожалуйста, оставайтесь, будьте здоровы, мы еще, конечно же, услышимся в эфире, и я надеюсь, что все у нас будет в порядке.